всех приветствую друзья сегодня 5 марта я максим журавлев канал про деньги и рынки до название на самом деле громкая но я постараюсь в этом обзоре обосновать вот именно такую формулировку почему мир сейчас на грани продовольственного кризиса ну а затем может наступить вполне себе глубокий экономический кризис но во всем по порядку но прежде друзья сейчас вот в этом углу появится ссылка на телеграм-канал про деньги рынке вы знаете что в россии уже заблокировали twitter были разговоры о том что заблокировали facebook но вот прежде чем я записывал этот обзор я проверил пока что вроде бы работает я это к тому что может так получиться что youtube тоже заблокирует поэтому пожалуйста друзья я вас призываю приглашаю можно сказать прошу подписаться в телеграм-канал про деньги и рынки для того чтобы не потерять связь это во первых и во вторых я думаю что настало время осваивать такое понятие вообще такой сервис как vpn то есть возможность смотреть сайт и посещать точнее сайты в интернете в обход этих блокировок эту тему мы будем постепенно сами разбирать учиться ей пользоваться в наши времена я думаю это крайне важно и необходимо в какой-то мере и так друзья давайте уже перейдем ближе к делу начнем как обычно обо всем по порядку сегодня кстати у нас в россии рабочий день соответственно и мы в обычном режиме продолжаем свою работу поехали как мы с вами знаем что фондовая биржа в россии не торгуется не работает уже несколько дней вероятно до 8 марта никаких торгов а мы сами не будем видеть за исключением валютной пары доллар рубль да и вообще валютного рынка соответственно какие-то выводы дело сейчас преждевременно мы только лишь знаем как себя ведут к депозитарной расписке на лондонской фондовой бирже мы эту тему уже обсуждали фактически там все свелось к нулю соответственно нам очень любопытно что творится за бугром что называется по ту сторону я имею ввиду западные рынки вот мы знаем что сейчас геополитическая обстановка крайне сложная по сути дела идут реальные военные действия на территории украины и понятно что на все это реагирует мировой рынок здесь есть о чем поговорить поскольку складывается на мой взгляд очень опасной тенденции и в этом обзоре как раз таки я логически постараюсь по крайней мере подвести вас вот к тому выводу почему нас ждет продовольственный кризис возможно экономический кризис и все это сейчас потенциально мы наблюдаем в том числе на западных рынках начнем и как обычно это делали раньше до всех этих страшных событий с американского рынка видим что основной биржевой индекс smp 500 в америке по итогам вчерашнего дня в пятницу немного снизился по крайней мере мы не видим здесь каких-то таких знаете их обычных настроений мы видим что до какие-то попытки отрасти есть но в целом все-таки медвежье настроение присутствует также индекс нас до композит показывает более существенное снижение промышленный индекс доу-жонса также плюс-минус но так или иначе легкое падение все равно мы с вами наблюдаем если посмотрим сказать в более широком понимании то например в мировом масштабе на видим что практически тоже все основные биржевые площадки в мире в красном цвете обращаю ваше внимание что в торгуется в минусе у нас великобритания объемное королевство вот этот квадратик это все в красном цвете европа у нас в виде франция швейцария германия нидерланды испания бельгия люксембург короче говоря все основные торговые площадки закрывается в минусе за исключением может быть канада канада плюс-минус видим что здесь такая разнонаправленная динамика и в целом мы конечно можем обратить внимание что от smp 500 у нас вчера давайте посмотрим структуру тепловую карту несмотря на то что немного снизился но лучше всего выглядит у нас акции таких компаний как нефтяные компании вот exxon mobil chevron conoco philips и другие энергетика неплохо себя чувствует вот этот зелененький квадрат в целом да мы видим и неплохо себя чувствует в сравнении с другими секторами это сектор здравоохранения лекарства и фармацевтика значит что еще он красным цвете у нас в серьезном красном цвете банковский сектор но этим не заканчивается обзор обращая ваше внимание на стоимость природного газа в европе по итогам вчерашних торгов был установлен очередной максимум практически мы выше торговались 2400 долларов за 1000 кубометров вот так вот правильно и остановились на отметке в 2295 но это очень дорого вот как газу кстати говоря к природному мы еще с вами вернемся но и так сказать в завершении всего давайте вот еще глянем такие вот цены как например алюминий алюминий у нас продолжает свой рост мы видим до что стоимость алюминия на товар на сырьем рынке продолжает свой рост и никаких поводов для коррекции по крайней мере визуально мы здесь не видим цена на платину как один из вариантов мы можем любой из товаров посмотреть мы видим что здесь наблюдаем рост но и еще один очень маловажно мне кажется момент это стоимость пшеницы вот на ваших глазах на пшеница растет уже несколько может сказать недель подряд и вот остановка здесь пока еще не видна вот мы сейчас торгуемся вот здесь соответственно пшеница она как мы знаем это один из основных таскать с основной сырье для хлебобулочных изделий вообще для продуктов питания короче выводы здесь напрашиваются сами по себе стоимость сырья в мире вообще на товары продолжается расти растет и соответственно здесь это все может в конечном итоге выражаться в стоимости товаров в конечном цикате потребление дату семья в магазинах в рознице и это сейчас наблюдается везде инфляция растет не только в россии по понятным причинам сейчас могут затронем инфляцию соединенных штатах америки но что еще друзья очень важно давайте глянем нефть нефти марки brent торгуется конечно же на своих локальных максимумах то есть мы завершили неделю на отметке в 117 запятая 93 доллара за бочку нефти марки brent по поводу нефти российской марки ерус есть новость о том что пока что единственный западный крупный покупатель российской нефти это сейчас компания shell является но она покупает нефть по цене с дисконтом в 28 долларов от сорта марки brent то есть мы видим что 7 117 долларов стоит то бренд отнимаем от этой стоимости 28 долларов это получается цена на 1 баррель марки ерус но и еще смотрите какой момент вот мы видим что нефть растет по всем известным причинам сейчас мы этот момент тоже более подробно и знаете в чем здесь опасность друзья даже не для российской экономики я говорю вообще для других экономик для других стран которые являются экспорт точнее импортерами нефти то есть покупателями нефти а какие мы с вами знаем страны это япония это весь евросоюз практически это крупные азиатские страны да в принципе везде сама сами сша покупает нефть они поставляют нефть но и является крупнейшим покупателями нефти и соответственно те страны у которых национальная валюта не американский доллар все намекая например на страны азии например на японскую экономику и при такой стоимости нефти мы видим что стоимость доллара растет в мире знаете вот до всех тех событий которые произошли вот в конце февраля раньше мы как сами рассуждали что если дорожает доллар то по идее падает стоимость нефти почему потому что в долларом выражении нефть становится дорогой и спрос на нее постепенно снижается наоборот когда доллар корректируется то нефть дорожает вот эта зависимость рыночная она в нормальные спокойные времена всегда проявлялась а сегодня мы видим что растет доллар сша практически по всем основным валютным парам мы говорим в целом про валютный рынок даже глянем например японскую и ну давайте найдем где она у меня здесь представлена вот японская иена японская иена значит у нас дешевела несколько недель начиная еще даже с января 2021 года каких недель уже второй год подряд японская иена дешевеет но япония покупает нефть за доллары сша поскольку на глобальном товарном рынке оценивается нет не привязана нефть к доллару говорят чтоб нефти доллара да какой вывод мы из этого можем с вами сделать а вывод на самом деле такой что в такой момент в тот момент когда все сырьевые товары все сырье в мире растет соответственно все это давит на цены внутри каждой из этих стран соответственно нефть один из основных на сегодняшний момент в мире источников энергии на спрос на нее не падает с саудовской аравии и в целом страны опек плюс не спешат увеличивать добычу нефти то есть по мере спроса на нефти увеличение добычи не растет из и плюс дорожающий доллар короче говоря сейчас вот с точки зрения рынков товарных все идет к тому что произойдет просто-напросто какой-то шок да то есть товарный сырьевой шок я так его называем стоимость высокое потребление есть требуется но невозможность купить много все это конечно же следствие вот того геополитического кризиса в котором мы сегодня с вами находимся поэтому одно дело мы с вами обсуждаем действительно большую проблему тут спорить бесполезно для российской экономики многие страны сейчас объявили банк бойкот российской экономики российскому рынку крупные бренды начиная там не знает луис виттона заканчивая крупными активными компаниями как by british petroleum bp и другие уходят с российского рынка и соответственно все мы сейчас остаемся по сути изолирован даже вот microsoft буквально вот на медне объявил о приостановке продажи своих продукции на территории россии это на самом деле серьезная проблема но эта проблема касается только нас но друзья конечно в меньшей степени эта проблема касается других стран которые против нас санкции вводят но надо все-таки понимать что вот там как раз за бугром проблема все-таки существует и это нельзя отрицать и я это все привожу к тому что настанет такой момент когда действительно инфляция в странах может перевалиться уже в гиперинфляцию тому есть несколько подтверждений я сейчас еще постараюсь им один такой момент показать вот например заходим на сайт рейтерс еще раз повторяю что сайт рейтерс и вообще вся это вот все эти средства массовой информации они не располагает к россии все новости в основном они там пишут скотти против россии следовательно все что мы с вами там читаем это не про российская позиция это знаете такая другая сторона вопроса и что здесь очень интересно нам с точки зрения россии вот например франция здесь пишется что вот например самозанятый электрик это обычный гражданин франции пишет что у него стали большие проблемы с покупкой топлива для его грузовика он работает видимо судя по всему в том числе с использованием собственного автомобиля плюс он как тут пишет что переводит своих детей в школу и обратно он живет не в париже а где-то в пригороде и вот он пишет что очень сильно подорожала стоимость бензина и топлива на территории франции это мы сейчас говорим про францию тут много есть вопросов сейчас фактически это не только приводится пример вот именно этот электрик в этой статье есть и другие примеры то есть вот эта статья она полностью рассказывает про обычных потребителей то есть тут политики то нет кстати говоря в апреле выборы президента франции там интересно посмотреть что называется кто выиграет и этим не ограничивается франция да вот давайте посмотрим вот на эту статью также на рейтерс здесь статья приводится по поводу высоких цен на бензин соединенных штатах америки в телеграм-канале вот про деньги и рынки я уже скинул вырезку вот из этих статей вот в переводе на русский язык поскольку вот этот браузер автоматически переводит для то чтобы мы могли спокойно читать короче и сказано что средняя розничная цена сша сегодня составляет 3 запятая 41 доллар за галлон это больше чем например по сравнению год назад а год назад галлон стоил 2 запятая 11 то есть это существенный прирост также здесь сказано что американцы ожидают что президент байна начнет действовать и каким-то образом влиять на ситуацию и еще что соединишь от америки вот эта карта так условно назовем тепловая карта хотя и синим цветом обозначает что соединен штат америки является крупнейшей страной в мире которая больше всего потребляет бензина топлива на душу населения на одного человека то есть на одного человека примерно в приходится условно там пять с половиной литров топлива эту информацию тоже скинул в телеграм-канал пор деньги и рынки о чем это говорит это говорит о том что вот обычный американец во многом зависим от стоимости на бензин потому что у них не особо развита на такое понятие как общественный транс транспорт плюс у них очень много перевозок у них очень много автомобилей который потребляет большое количество бензина и сейчас уже пошла тенденция в сша вот здесь это все написано переходу на более экономичные виды транспорта да то есть например автомобили которые меньше потребляет бензином к чему мы это все приводим мы это приводим все к тому что в соединенных штатах америки тоже назревает проблема и вот еще один очень любопытный момент значит было в 1973-74 годах не так называемый нефтяное эмбарго это противостояние между соединенных штатами америки и союзниками против опек и странами опек в частности саудовской аравии на тот момент саудовская аравия выступала против того что штаты поддержали израиль в войне в отмеску к этому они начали задирать стоимость нефти в мире искусственно условно дату создавать некий дефицит но и это все привело к тому что вот например ричард никсон был президентом во время первого в мире нефтяного шока в семьдесят третьем году когда вот стран опек решили наказать соединенные штаты америки затем никсон не справился с этой историей то все не смог повлиять на ситуацию далее был на форт за не занял пост президента после никсона но тоже у него не получилось далее картер также пытался побудить американцев каким-то образом поменьше в зависеть от опек но все пришло к тому что 70 8 80 года была очень высокая инфляция соединенных штатах америки и главный вывод что все эти действия с бензином со стоимостью бензина влияли на политический рейтинг вот тех президентов тех лет они не могли справиться с этой ситуации и они менялись эти президенты и вот эта статья она по большому счету намекает вот на текущую ситуацию участ в правом верхнем углу появится мой обзор который я недавно делал как россия по крайней мере с моей точки зрения может повлиять на мировой рынок как ответить так сказать на те санкции которые запад вводит и там мы с вами подвели вывод общий что россия может искусственно повлиять нас потоки товарно-сырьевые потоки и вот здесь мы возвращаемся во первых к природному газу вот мы этот график до посмотрели и вот такая вот статья на и тортас минпром торг рекомендовал приостановить экспорт удобрением официальная позиция конечно заключается в том что компании объявили бойкот по перемещению например крупнейшая компания майерск это контейнерные перевозки в том числе по морю не перевозят грузы российские из-за бойкота тех портов куда назначается эти грузы и эта история она привязана в том числе к поставкам удобрения для сельского хозяйства и вот наше министерство рекомендовала приостановить экспорт удобрения до возобновления нормальных перевозок и гарантии выполнения поставок и все это конечно может привести к тому что просто-напросто как уже эксперты говорят может сформироваться нехватка азотных удобрений в том числе азотных которые используются в сельском хозяйстве и уже это может повлечь за собой плохой урожай в 2022 году но мы знаем что плохой урожай это нехватка продовольствия вот мы сами подошли к этому и еще один то знаете вот такой еще один гвоздь во весь этот гроб так сказать дело в том что да вы скажете что в принципе европа может сама производить азотный азотные удобрения и другие страны в мире конечно это так безусловно но есть маленький нюанс дело в том что производство азотных удобрений используют в этом в производном процессе природный газ понимаете посмотрим опять на график природного газа он бьет рекорды а природный газ растет в цене потому что сейчас идут некий перебой с поставками газа плюс все эти санкционные риски давления северный поток 2 видимо пока вообще там не знаю заморозили это в лучшем случае и получается что если стоимость газа вот растет соответственно растет себестоимость изготовления например тех же азотных удобрений но азотные удобрения из россии в скором времени возможно прекратятся и что получается то есть получается что стоимость бензина растет на природного газа растет оттуда растут и стоимость на электроэнергию в европе плюс стоимость изготовления тех же азотных удобрений это значит что возможная нехватка и как в итоге не урожай и кстати еще по поводу пшеницы ведь украина и россия это две страны в мире которые являются крупнейшими экспортерами зерна пшеницы на мировой рынок друзья оттуда кстати говоря и ценники вот такие вот такие графики мы сами наблюдаем короче общий и главный вывод всего вышесказанного вот все что сейчас происходит мне кажется какая-то точка накала должна быть если политики так и не догонят что вся эта тема сейчас приведет реально к экономическому коллапсу к шоку товарному то мы с вами просто-напросто увидим во-первых гиперинфляцию во всем мире резкое повышение процент наставок банками центральными например фрс и и cb это соответственно снижение темпов экономического роста за рецессия ну а там и кризис понимаете вот такая вот история и тут никакой политики друзья политика спровоцировала вот все это тенденция сейчас вот они такие с экономической точки зрения друзья на это пока я все сказал спасибо за внимание жду вас телеграм-канале про деньги и рынки пока